Поздравив предпринимателей с прошедшим профессиональным праздником, первый заместитель главы Светлана Яровая отметила, что до сих пор совет был единицей номинальной, отныне же он станет действующим на постоянной основе. Его возглавляет глава муниципального образования и это дает возможность для прямого диалога между властью городской и представителями предпринимателями среднего и малого. Можно задать вопросы напрямую, можно проявить инициативу, высказать свое мнение в любом или ином направлении развития предпринимательской сферы. Здесь на таких советах мы с вами будем доводить до вашего сведения, информировать о новом законодательстве. Деловая часть совещания началась с рассмотрения обращений из так называемого предпринимательского ящика. На входе в здание администрации его установили перед майскими праздниками. Тогда мэр Сергей Сергеев пообещал, что каждое заседание совета будет предварять работу с заявлениями анапчан. Существует такой ящик, он опечатан, скрывается непосредственно в присутствии фашин. Если даже нет возможности сиюминутного ответа, то вы должны быть уверены, что заданные вопросы будут рассмотрены и на них будут даны соответствующие ответы. Из трех заявлений два касались решения вопроса о постоянном рабочем месте для индивидуальных предпринимателей из Анапы-Чембурги. В третьем содержалась жалоба на представителей ветеринарно-санитарной службы «Рынка Восточной». По мнению заявителя, проверяющие злоупотребляют своими должностными полномочиями. Светлана Яровая тут же передала обращение анапчан в профильное управление, отметив, что ответы должны быть подготовлены в отведенный законом срок. Далее работа совета продолжилась в форме семинара. Усовершенствования коснулись специальных налоговых режимов, стимулирующих, по словам докладчицы, развитие малого и среднего бизнеса. В частности, внимание аудитории было акцентировано на такой системе налогообложения, как патентное, имеющее ряд преимуществ. «Приобретение патента более выгодно и удобно, чем уплата налога на доходы физических лиц или уплата единого налога на единого дохода. Патентная система налогообложения имеет следующие преимущества. Во-первых, не можно ставать декларации. Рык суммы налога представляет собой фиксированный платеж, который полностью абстрагирован от конкретных результатов единого бизнеса». Патент можно приобрести на срок от 1 до 12 месяцев, в зависимости от чего будет варьироваться его цена. Лариса Басова, Роман Карпов, Анаприон.